Самое интересное, ты понимаешь, что я такой, это просто джек-потище! Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий. Я Александр Манек, друзья, и сегодня у меня в Лавке вещь, которую бывает человек за свою жизнь никогда даже не поддержит в руках. Ребята, я сейчас просто стою, если без матов выражаться, даже не получится. Ребята, я держу в руках просто вещь, джек-пот, которая стоит баснословные деньги, друзья, просто баснословные деньги. Я сейчас вам хочу показать, я даже сейчас не могу, я даже сейчас стою с Артемом, советуюсь, мы с ним спорим, вскрывать, не вскрывать. Значит, друзья, автомобиль Нульц, он как вышел с запайки в завода, так вот его и сохранили. То есть, эта вещь... Тем, посмотри, посмотри, здесь заводная машинка, и она, посмотри, как заводится. То есть, внутренность не скрыта. То есть, эта пружина сжимается, и потом она разжимается, и машина из-за этого едет. И вот здесь, вот обрати внимание, есть дырка для ключика, ты видишь? Вот такая тачка. Ребята, коллекционеры гоняются за железными машинками Советского Союза, реставрируют. А мне попался джек-пот, друзья, она в родной завязке и с документом. Я просто не могу сейчас понять. Смотри, для ролика, может, мы здесь... Я вот вижу здесь, видишь, что написано... Где-то я только шуру, смотри, подглядывал. Или с этой стороны. Вот, смотри, здесь край видно, ульяновский и дальше автомобильный. В общем, я очень хочу почитать этот документ. И здесь, обрати внимание, Артем, руль и вот рычаг, смотри, рабочий, который пуск. Может, передняя-задняя скорость или пуск. Даже для нас, вот в 80-е, 85-й год, мне было 5 лет, вот таких уже не было. То есть, это что-то... Я сейчас обязательно, наверное... Ребят, вы все вот увидите вот эту вещь на платформе Виолити. Я думаю, что этот джек-пот нереальный. Я искренне желаю такую вещь купить тому человеку, который действительно ее доведет до ума, оценит. Я ссылочку прикреплю. И не забудьте, друзья, что все вот эти вот свои чумочечьи находки я всегда выставляю на своем аккаунте в Инстаграм. Перейдите на него. Обязательно подпишитесь, потому что у нас 100 человек, еще и будет 10 тысяч, и будет розыгрыш огромный. Ребят, ну вот это вот, ну вот это вот, я тебе серьезно, ты посмотри. Она тяжелючая. Еще знаете, что я обратил внимание? Здесь вообще, смотри, здесь еще двери открываются, само собой. Видишь? И почему-то крыша откручена. То есть здесь вот все закручено на вот эти вот саморезики, видишь, ну, болтики. А вот крыша, видишь, она ходит туда-сюда, она ни на один шуруп не прикручена. Здесь колеса внутри сложены. Вот. На заднем сиденье. И я обратил внимание, что единственный минус этой машины, значит, эти два колеса становятся сюда. Проволочка, смотри, еще какая-то советская здесь. Класс, я вообще в шоке. И сзади здесь одно колесо. Я сейчас мы снимем, наверное, аккуратно покажем подписчикам. Ребята, вы будете единственные, кто увидит эту машину. Попробуем, может, ее даже завести. Ключика нет, но я могу подобрать, посмотреть, как она ездила. Значит, друзья, снимаю специально этот ролик для обзора на Виолити. Собственно, чтобы был видеоряд. Не забудьте, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайкос, потому что такие чумачечьи вещи. Ребята, у меня в дрожь. Напишите обязательно, напишите обязательно в комментарии. У меня есть взрослая публика. Напишите в комментарии, у кого в детстве была такая машина. И вообще, мне знаете еще, что интересно? Сколько она стоила? Я понимаю, что я сейчас могу это прочитать, наверное, в документе. Но мне просто, я просто, я просто, ребята, у меня нет слов. Вот когда нет слов, тогда нет слов. Здесь еще дверь открывается. Смотри, на петлях дверь передняя водительская. А может здесь багажник еще вскрывается? И в багажнике может деталь недостающая? Потому что, насколько я вижу, там не хватает одного колеса, именно резинового. Сейчас я вот так вот простелю. Друзья, мои подписчики станут единственными, кто увидит процесс, собственно, разворачивания данного автомобиля. Значит, Артем, смотри. Здесь у нас надо раскрутить, собственно, только вот этот узелок. Так. Но самое главное, я хочу запомнить, как оно было скручено, чтобы потом точно так его оставить. У меня, наверное, уже так не получится. А, нет, получится. Так. Не, я потом так красиво не скручу. Значит, смотри. У нас здесь шов, здесь шов и здесь шов. Так. Я хочу просто аккуратно снять, чтобы после того, как прочитать паспорт, вернуть это все в исходник. Так, смотри. Ага. Я вот это пропускаю вот так. Она, получается, вот эта штука была пропущена вот так вот. Запомню. Теперь переворачиваем. Друзья, ну я такой криворукий. Я сейчас... Так. А, она просто была. Раз. А вот эту вещь я аккуратненько сейчас вот так сниму. Раз. Петелька. Два петелька. Все. Друзья, и потом постараюсь точно так же это все восстановить. И это длинное. Так. А-а-а! У Юрки! У Юрки 602-го была такая коробка. Автоконструктор. Ульяновский автомобильный завод. Разборный автомобиль. Слушайте. Если Юрка... Я сейчас его наберу. Если он не выкинул коробку, я сейчас ее куплю за любые деньги. Ребята. Ульяновский автомобильный завод. Так. Может колесо еще надо найти? Инструкция по сборку. По сборке автомобиля. Ребята. Ребята. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Смотри. Здесь двигун. Раздел. А-а-а. Ты видишь, предназначен для перевозки грузов и пассажиров. Коробка передачи расположена за сцепление. Механизм сцепления. В двигателе, разрез которого показан, происходит сгорание смеси паров бензина и воздуха. Слушай, вот это вот, вот это вот настоящий джекпот. Значит, смотри, здесь рассказано, как работает механизм сцепления. Для детей было, наверное, интересно это читать. Раздел 2. Внимание. До установки заводного механизма на шасси автомобиля во избежание получения ушибов запрещается заводить пружину. Вы поняли? Автомобиль, игра автор-конструктор содержит набор деталей шасси, кузова легкового автомобиля. Необходимо помнить, что в заводном механизме находится сильная пружина, поэтому юным автолюбителям запрещается разбирать механизм. Для заводки необходимо вращать ключ по часовой стрелке. Перед началом заводки нужно оттянуть назад до отказа рычаг тормоза, то есть поставить в положение заторможенного. По окончании заводки ключ должен быть обязательно снят с заводного механизма. Ты понял? То есть вытащить ключ из этой дырки и вот этот вот рычаг, оп, открывается дверь, ставим на себя, на тормоз, чтобы машина... Смотри, закрываются ручки, я просто в шоке. Класс! Ребята, так, а есть здесь какая-нибудь, смотри. Карта смазки, как собрать автомобиль. А, может он действительно был разобран, ты понял полностью. И его... А, нет, как он? Так он завязан, как заводская была завязка. То есть я не думаю, что его по шпунтикам собирали. Видишь, руль. Хотя может быть, да? Или что? Его потом просто так аккуратно связали. Класс! Я просто, просто в шоке, смотри. Тут все собиралось на винтики, на болтики. Видишь, тут написано, сколько их было в комплекте, сколько гаечек. Вот, самое интересное. Так, ребята. 58-й год? 58-й год? Ребята, это машинка. Нет здесь печати. 58-го года! Друзья, значит, судя по инструкции, этот автомобиль был в разобранном состоянии. И я, наверное, не прав в том, что автомобиль не пользованный. Почему? Потому что, я сейчас обратил внимание, значит, здесь есть у него такие вот невылычки потертости. Но, в целом, даже по, вы видите, колесам и болтам, видно, что, ну, не юзаная особо. Но, я обратил внимание, вот здесь же колеса сложены. И есть следы пользования, где-то, видите, колеса даже, а может, резина такая была. Но, вот, сверху я вижу, что есть следы пыли и износа, а сбоку вот эта порепанность. Но, это, может быть, действительно, такое качество было производства. И вот здесь я обратил внимание, всунута какая-то звездочка. К чему она здесь? Здесь, значит, руль, друзья, класс, просто, просто класс. Наверное, ребенок пару раз этот транспорт завел. Завел. И положили его в долгий, в долгий ящик. Значит, сейчас я обратил внимание, друзья, в этой машине, класс, изнутри, смотрите, закрывается дверь. Видите, как интересно. В этой машине у нее не хватает, получается, вот этих шурупчиков. То есть, они утеряны. Нет их в комплекте. Багажник не открывается. Я бы посмотрел, думал, может, здесь где-то есть сейф у этой машины. А на днище, обратите внимание, значит, это колесо надето. Здесь тоже, вот, судя по кардану, ну, нульц, ребята, нульц вообще, полностью нульц. Вот, посмотрите по этим рессорам, посмотрите по самому кузову. Автомобиль нульц. То есть, его покатали несколько раз. Вот здесь я вижу, прицепили, наверное, тягали его за веревочку, возможно. Вот. И, к сожалению, значит, у нас получается только три колеса. Но я думаю, что если мы сейчас наденем вот сюда вот, хотя бы назад, два и один вперед, она будет стоять, и мы сможем просто посмотреть, как она работает. Сейчас мы, наверное, это и сделаем. У машины спрятано под бампером для буксировки кольцо. Вытаскивается сюда. А самого бампера, я так понял, тоже отсутствует сам бампер. Видите, присутствуют для него кузовные детали крепления, а сам бампер отсутствует. Сейчас вот обратил внимание, друзья, машина на... Видите, играю с вами светом. Посмотрите, ну реально новая. То есть, ребят, незатасканная. Да. Значит, не стали надевать мы колеса с Артемом. Объясню, почему я сейчас вот колесо хочу надеть. А оно для того, чтобы я его расширил, оно немножечко аж потрескивает. Потому что, друзья, ну, 58-го года автомобиль. Может, оно ссохлось. Я думаю, что тот, кто приобретет себе такую машину, он просто может ее переобуть во что-то современное. Заказать, в конце концов. Сейчас на 3D принтере можно вырезать любые, собственно, детали. Друзья, в общем, получилось у меня ее скрутить в прежний вид. Ребята, ну честно, у меня такого сердцебиения я давно не испытывал. Ребята, 58-го года машина. 58-го года. Этой машине 63 года. Я... Фух, ребят. В общем, друзья, я сейчас ее пофотографировал. Заново связал. Сегодня выставлю ее на платформу Violet. И надеюсь, друзья, такой автомобиль, то, что это джекпот точно, надеюсь, достанется в умелые руки, которые приведут ее в первозданное состояние. Друзья, сегодня у нас был вот такой вот чумачечий ролик. Я надеюсь, что я вернул вас на несколько минут в детство. Ребят, у кого был такой транспорт, напишите мне, пожалуйста, в комментах. Мне очень интересно. Особенно мне интересно, здесь я не увидел цену, сколько же такой транспорт раньше стоил. С вами была Лавка Удовольствий. Я Александр Манек. Увидимся.